Ну что, Лондон, аэропорт Хитроу. Сегодня, сейчас полдень, и сегодня на королевскую землю вступила группа сибиряков. У нас 17 человек. Красноярцы отправляются в путешествия по Англии и Исландии. Впереди много всего интересного. Сегодня мы увидим Лондон с высоты птичьего полета и познакомимся с английскими традициями. Но это все впереди. А пока заселиться бы в отель. Хитроу – самый скандальный и самый перегруженный аэропорт Европы. Вот такое видео посадки самолетов здесь разместил один из блогеров. Поток лайнеров реально очень плотный, до 4-х в минуту. Трафик колоссальный, почти 80 миллионов пассажиров в год. Здесь неимоверные лабиринты, бешеные очереди и постоянно теряется багаж. Но красноярцев эти неприятности, к счастью, миновали. Надеемся на интересное путешествие. Добрались практически без происшествий. Все вообще супер просто. Проспали, честно, все дороги. И вот сибиряки уже в крепких объятиях старейшего мегаполиса. Приветствую вас на берегу Туманного Альбиона. Только никакого лондонского тумана. Вопреки всем стереотипам, туман здесь бывает всего 45 дней в году. До 50-х годов прошлого века дома в столице Британии отапливали углем. Поэтому над городом стоял плотный смог. Сегодня воздух свежайший. Трава растет круглый год, пыли нет совсем. А сырость в городе бывает из-за темзы, которая не замерзает зимой. И дождей, слабых, но надоедающих. В Лондоне есть все, что ты действительно от Лондона ждешь. Легендарные черные кэбы, двухъярусные автобусы, гвардейцы в шапках из мишек-грезли и маленькие сказочные домики с садовниками. А это то самое здание могущественной британской разведки. В этом муравейнике до отказа набитым государственными секретами неоднократно бывал агент 007. Вот действующий королевский дворец Букингемский. Здесь Елизавета II проводит свою рабочую неделю. Но сейчас внутри ее нет, потому что на центральном флаштоге государственный флаг Британии, а не королевский штандарт. Здесь 775 комнат, здесь проводят официальные приемы и решается судьба империи. Перед дворцом высится мемориал королевы Виктории. С ее именем связана самая блестящая эпоха в истории Англии. Вода важный элемент памятника, ведь Британия морская держава. Русские предприимчивы, они не кидают, они достают. Англичане же с первого взгляда показались сибирякам людьми сдержанными и невозмутимыми. Со своими застегнутыми на все пуговицы эмоциями и... Они неторопливые во всем, по-моему. У них всегда фиеста, по-моему. Между тем английский характер непредсказуем. Он противоречив, как и Саб Лондон. И вот чего у британцев не отнять, так это дань традициям и обычаям. И нет ничего дороже. К примеру, убыточные красные телефонные будки в эпоху мобильной связи почти не работают. Но стоят, как символ ушедшей эпохи. Вообще символов в Лондоне превеликое множество. Вот эта башня хранит через века уважение к великой английской монархии. Многие привыкли думать, что Биг Бен — это именно часы в башне. Во-первых, это не просто башня, а часть здания парламента. И во-вторых, Биг Бен — это вообще не часы, а колокол внутри башни. Самый большой из шести. Внутрь могут попасть только граждане Великобритании. Так что большинство туристов остается только сфотографироваться на ее фоне. Впрочем, взглянуть на башню можно и свысока. Вот оно до недавнего времени, пока англичан не переплюнули. Жители Сингапура — самое высокое в мире колесо обозрения. Лондонский глаз. 32 кабинки капсулы с невероятной подсветкой. И тысячи желающих это увидеть. За год здесь бывает до 4 миллионов человек. Аншлаг в кассах и на входе впечатление, конечно, смазывает. Зато красоты космополитного Лондона оказываются как на ладони. В Лондон мы еще вернемся, чтобы пошупиться на улице Пикадилли в старейшем чайном магазине, пройтись по улочкам Таура, узнать о ценах на недвижимость и увидеть настоящий английский дом. В Англии традиционно нет электрического звонка до сих пор. Есть дверной молоточек. Ну а завтра временно удалимся на 90 километров от столицы Британии, отправившись в город студентов Оксфорд. Немножко мрачноватый, серьезный, чопорный, как все англичане. Престижное образование или кузница нобелевских лауреатов. Самый большой и красивый колледж студенческого городка, где снимали кадры из Гарри Поттера, и знаменитая Оксфордовская библиотека, насчитывающая более 6,5 миллионов книг. Жаль, что мы когда-то не получили. Смотрите завтра в нашем проекте «Северная турная». Генеральный спонсор проекта «Нокион Тайрс». «Нокион Тайрс» — шины для сложных климатических условий. Это новый мировой рекорд скорости на льду. «Нокион Хакапелита 8» — цепляет, как никогда раньше.